Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас серия вопросов и ответов, как бы бесед, называется «Во свете Библии. Открытым оком». Это название книги «Открытым оком». Я попросил брата Игоря Дебунова по этой книге. Здесь я отвечаю на 600 вопросов в университетах, в школах, в милиции, везде. И вот он выбирает вопросы, которые нам, кажется, требуют разъяснения еще. У меня этот такой недостаток был, мне неоднократно об этом говорили. Вы говорите, а много надо еще разъяснять после этого. А мне всегда кажется, что все все знают. То есть думая по высшей шкале, а они, оказывается, еще не знают. И приходится возвращаться назад и пояснять слова, значения, какие метафоры говорятся. И вот из первого тома далее. Вопрос 438 задается. Огромное вам спасибо за передачу по радио вашего разговора с Александром Менем. Там прозвучало его предложение. Набор слов. Что это? Видите как? У меня были беседы с Александром Менем. Ну и здесь с удовольствием согласились по местному телевидению, радио. За несколько приемов наши беседы, большинство наших бесед были прокручены. Лавина была вопросов и благодарности. Этой беседы нигде нет. Они есть только у меня. Еще одного человека присутствовавшего, он записал, но он в Америке. Так. Ответ идет. В передаче было мое интервью с ним. Специально для этого мы удалились к одной из его прихожанок, еврейке, возрастом лет 75. Она встретила нас на кухне дымя папиросой. Там я взял несколько часа по три интервью. Я спросил его, как он смотрит на Иисусову молитву. Он отвечает, в этом что-то есть, не просто набор слов. Вот слово, набор слов, которые там показаны были. Вот эти слова, люди это услышали только концовку. А это не просто набор слов. Там Исейхаз называют где-то. Я не могу представить, чтобы Александр Мень стоял вот так вот, вот с этой вот щетками. Это мое основное оружие. Вот. И чтобы он тысячи поклонов по ней молился, кланялся. Ну, не могу это представить. Вот что Корнири Старобряческий, я могу представить. А что Александр Мень, не могу, у меня нет. Я могу представить еще кого-то. Но чтобы Дворкин молился, сектовед Александр Леонидович, тоже я не могу представить. Ну, я просто знаю, что такое молитва, и немножко этих людей видел. Он был очень умный, породистый еврей. До многого доходил интуитивно. Его прихожане московская элита, артисты, художники, журналисты. По моим меркам, сонное, диванное московское христианство, которое никого ни к чему не обязывает. Ни о каком духовном подвиге там нет и речи. Я с ним это говорил, и на улице стояли даже без записи. Это все на магнитофон записано было. Поэтому мои с ним интервью, беседы, до буковки точно, они записаны были через микрофон. Даже он у меня микрофон из рук вот так выхватывал. Еще там сказать, записать. Протопопа-вакуум разнес бы их всех за один час пух и прах, сытые рожи. На некоторые вопросы, похоже, он никогда не отвечал. Но отвечал в этот раз спонтанно сходу, на взлет, на вскидку. В каждом ответе его сквозил проницательный взгляд и достойное уважение, осторожность, скрытность под образом всепокоряющей открытости. Ну, он мне, конечно, сказал, первый раз встретил такого интерьера. Но интерьер схватился за микрофон. Да, он мне очень понравился. Я у него исповедовался и причащался. Какая-то особая, принятая у масонов, закрыта с тем. Много раз мы фотографировались с ним вдвоем, но я не имею ни одной такой фотографии и не знаю даже, где они. Одну он мне подарил, на могиле у матери он есть, подписал ее. Все. Специально был призван фотограф. И он фотографировал, говорит, Иван Фасов в профиле, где мы с ним были. И ни одной мне так и не дали. Я написал сыну его, когда он был губернатором Ивановской области, Михаил Александрович. Послал ему наши беседы, где мы с ним беседуем. Ответа не последовало. Никакого. Хотя бы, ну, я получил книгу. Кажется, я не одну послал в подарок. Ни звука, никакого нет. Ну, вот такая ситуация. Отношение его ко мне не было настороженным. Даже напротив того, благосклонным и уважителем. Но в тайны своих отношений с высшими закулисными он меня не впустил. Я тоже открыто все говорю. И недавно встретил в интернете, в гугле. Или даже, ну да, там, говорит, интересно. Говорит, мы там, которые собирают Александра Мене его выступления, все двух нашли такой большой, богатый материал. Ну, это у меня, к истине, покажи-то там вверху лежит, это, наш сайт. Я его покажу потом. Вот. Чтобы люди знали, где это найти в аудио. Вот, внизу написано сайт, к истине1.народ.ру. Вот. Здесь мои беседы в аудио. А тут, вот, я сейчас немножко сверну даже, потом разгружу. Разгружу. Вот. Это у нас, вот это, во свете Библии, вот он как, во свете Библии, вот это самое. Во свете Библии, к истине1.народ.ру. Это вот наш сайт. Наш. Это православный библейский сайт. И вот здесь звук и видео, внизу только нажать, и там с Александром Менем все наши беседы, которые остались целыми. Потому что меня КГБ арестовало неоднократно и выжигало дотла буквально. Ну, а это зарыто где-то в земле, конечно, с повреждениями. Ну, что спрашивать, когда и на морозе под 40 градусов, и там сырость. Мы закапывали в разных местах, не знали где. За этим власти охотились очень сильно. Ну, а сейчас, где они в Ворде, это вот на моем православном форуме Игнатия Латкина. Тут 1400 тем. Вы смотрите, Мень. Вот здесь общий поиск, вот в конце. Видно? Нет? Не знаю. Слово Мень. И сразу выйдут все наши беседы в Ворде. В Ворде, но, можно сказать, отпечатанные. Если только это вам не прийдет, с кем я разговариваю. Дальше. Он был закрыт и для властей. Они хватали его, не сажали, по совершенно пустячным причинам. Но я ухватил главное. У него были далеко идущие планы по отношению к православной церкви. И те, кто поднял на него руку, очевидно, об этом знали. Когда его убили, я не знаю кто, может, сын, жена, сразу дали мне телеграммы. Сегодня убит отец Александр. То есть я входил не в число посторонних. Они не всем давали телеграммы, понятно. Думали, может быть, что я сумею туда добраться как-то. Но у меня возможности такой и не было. Ну, дальше уже понятно было, что пленки, это все остальное, записи его, стали люди как-то хранить. Он не был преследуем так, как отец Глеб Якунин. Сравнить не приходится даже. И меня тогда спрашивали, спрашивали в Москве, когда я был. Как вы думаете, все-таки немножко вы знали его. Как думаете, кто поднял на него руку? Я им говорил прямо. Власти в этом не нуждались знать. Лично под контролем держал Горбачев поезд. Ничего не нашли. А искать не надо было, они были совсем рядом. Ну, хотя бы один из вариантов, когда они делают, работали они по шести направлениям. Кто это может? Те-то, те-то, те-то. Я вам сразу показал, в каком месте надо искать. Но, видимо, это не входило в их планы. В споре он был неуязвим. И скользок, как налим. Я спросил, а что означает «мень»? А он говорит, по-еврейски это переводится «налим». И засмеялся. Думаю, что он чувствовал исходящую от меня опасность. Один из них, Александр Борисов, с женой Лидией, из самых приближенных людей, уехали в Америку, где я с ними беседовал еще раз. Они уезжали по его благословению. Но он сказал им, мы больше с вами не встретимся. Быть может, его смерть послужит во искупление его заблуждений. Его книги долго запрещали в церкви продавать и прочее. Но, видимо, патриарх Кирилл там стучали об этом. И сейчас разрешили. А разрешили, а их все равно нет. Ну, заставить он патриарха-то не может. Никак. У него есть вещи, которые прямо-таки еретические. Но я бы его труды никогда не запрещал. Это какой-то процент. Как у Осипова ждут книги. Ну, почему не надо? Пусть люди знакомятся. Ну, выступите, скажите. Это ничего не дает, во-первых. Эта мысль существует. Она озвучена. Упокой, Господи, душу раба твоего, Александра, в царстве твоем. Я исповедовался и причащался у него, и внутренне страдал за него. Как он может быть православным священником в московской патриархии? Нести этот сан? Иго, ежедневно, как будто по заданию какой-то партии или общества. Он видел большинство недостатков в церкви, но работал не в евангельском духе. Экуминистом был окончательный, полновесный, с исключительным наклоном к католицизму. Ну, я говорю так, как я это видел, как это было записано, и по всем этим вопросам у нас разговор был. Ну, и попутно у меня, когда я отвечаю на вопросы уже в книге, а тогда было так и в университетах, я еще и свои стихи читал. Вот у меня стихотворение какое к этому. Лука, 3 глава, 8 стих. Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Когда-то вычитал у грека Златоуста про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам из буквы Ани Густа поверил Иегове. Вот что странно. И странникам пошел по Палестине, оставив родственников, прежние пейзажи. И у него отнюдь ничто наполовину. Не то, что нынешние лизоблюды наши. Вот поверил, что Авраам, и двух Ани Густа. Вначале буква Авраам, а потом сказал Бог Авраам. Тут понимаете, все надо разъяснять. И странникам, странно слово, вот что странно-то, поверил Иегове, которого не знал. И странникам пошел, потому что Авраам переводится странник. Тут еще надо знать, о чем речь-то идет. А Авраам 2, это отец множества. Это стихотворение, я все обыгрываю. А человек, который ничего этого не знает, он не знает, он и ничем не закончит. Я муха, сокотуха, позолоченная брюхо. Тут никакой тайны нет. И за каждым словом еще нужно смотреть предыдущее. С утра до вечера у всех в иконостасах чернели башки мироточили. И не задумался, видать, никто ни разу, такой ли Бог, кто создал Палестину. И вдруг в тоске и в жажде доли лучшей какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла. Неведомый был лучник. Потребовал оставить всех тот час. Конечно, плакали, навеки расставаясь. Собрали рухлядь, скарб, свои палатки. Горшки делили, снохи, тещи, свахи. При дележении все проходит гладко. Клубилась пыль за блеянием коз. Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их, черт понес. Здесь кладбище отцов, такие травы. Но Авраам, тогда для всех Авраам, шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не рахиль, божков тех не забрал. Уже чуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда. Своим умом назад не ворохнулся. На небосводе яркая звезда. Под Валаама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел. Ее ростуя так впрок. Теперь мы знаем, он не мог иначе. Он был воистину отец, герой. Пророк. Семнадцатый эмульпируем. Семнадцатым дворением об Александре Мене я бы это и закончил. Что он может как раз и был тот самый, который выполнил порученное ему. У него прекрасные были произведения, особенно тот сын человеческий где-то. Но вопросы, которые я ему задавал, на которые он отвечал, похоже никогда никто не задавал. Я говорю, ну а представим себе, что евреи у нас станут епископами. Ну вполне допустимо. Я говорю, а патриархом. Теоретически. Практически этого не допустят. То есть я еврейский вопрос у него обсасывал со всех сторон. Потому что он еврей. И как он на это смотрит. И что нужно делать. Для того, чтобы в церкви была жизнь. Тут мы с ним полностью были согласны. И он видел, он не мог этого делать. Ну ему уже рассказали про нас, что было. Тогда радио не было. Потому что было. И кто у нас был. От нас люди приезжали. Это он все воспринял. Для меня это было, скажу, большое такое, как удар. Как потрясение. Когда вот такое с ним случилось. Я очень жалковал, так сказать, о нем. И всегда молился. Как говорят, лучший мученик за последнее время. Но это не так, конечно. Лучший мученик за поколение наше. Это Данил Сысоев. Никто никогда мусульман так не любил в России, как Данил Сысоев. И он святой. Он мученик. Священник. А про отца Александра, ну, как сказать. Ну, скажи, а как ты думаешь. Вот как думаешь. Я думаю, Пушкин в раю. Аминь. Я думаю, я не оправдываю. Я думаю, я думаю, да, он в раю. Я думаю, он в раю. Потому что за все заблуждения он заплатил этим мучением, какое было. Он еще до дома сам дошел. И что-то успел думать. Но так и я думаю так вот. О Толстом, о Лермонтове, о Маяковском Есенине. Я сказать ничего не могу. Кроме того, что они не знали Бога. И были неподготовлены. И даже хуже того. Далее вопрос. Вопрос 448. У сектантов главный козль, что они не могут изменить своим духовным родителям. Если их Бог призвал у баптистов, то они уже не могут перейти к православным. Что отвечать? Ответ. Это касается не только баптистов, но всех. И более всего беспоповцев-староверов. Доводы всегда вызывают не менее умные контрдоводы. Лично я являюсь свидетелем того, как в моем доме обращались к истинному православию баптисты, пятидесятники и другие. Вначале нужно в этих людях установить авторитет Библии и узнать, действительно ли они желают спасаться согласно Библии. Не нужно и вредно стремиться к победе над ними. Может случиться так, что Бог через них, как через Валаму у вас лицу, откроет больше тебе, чем ты им. Дальше. Если ты честный православный христианин, ты должен открыто сказать, что ты не прав был. Мне нравится позиция профессора Санкт-Петербургской академии русского философа и идеалиста Соловьева. Он не боялся во время спора со студентами в аудитории признавать свою неправоту. Это одновременно у старообрядцев был такой, я называю, не надо понимать, что профессор, был он не профессор, я называю его так. Это был Семенов, отец Михаил, потом Олимпийский, потом Канадский, был у старообрядцев. С ним именно так же точно обращались. Ну это и понятно. И студенты отвечали ему любовью, переходящей в их стаз. Они на руках несли его по всем коридорам до ординаторской. Пример беседа Христа с Никодимом и Самарянкой, как он обращал их в свою веру. Сираха, 3 глава, 26-27 стихи. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Деяния, 17 глава, 11 стих. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Вот чего не хватает. Ежедневно собираться и разбирать. Православные, когда они приучаются к Слову Божию, они откликаются очень легко. Я беседовал с современными сектантами, вот какие там есть там. Новая жизнь, такс. Сторонний. Ну редко, когда немножко. А с теми основательно, капитально. Я ужил у них. За одним столом, говорят, сидели, с одной капиталью проповедовали. Любят беседовать. Но что за тема, какая, тут уже по-разному реагируют. Особенно... Так, минутку. Говори. 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 Да. Главное, не звонят. Бывает сутками никак. Как только начинаю делать запись, я аж не прерываю. Так в это время разные звонки. Однажды я сидел у одного... Ну он, видимо, командир части был. И фамилия его Горбачев. Вот сиди, маленько погодяк, проходит. А мы долго беседуем. Прости. Говори. Так, слушаю. Так. Это не беда. Новосибирска простое. Небольшое по размеру. Все, можете принести и сбросить нам в ящик. А, пожалуйста, мы рады будем. Мы ждем большие пакеты из других стран. Ну нету, да. Пожалуйста. Вчера только хотел сказать. Справа покажи попутно. Вот, пакет лежит. Провее, правее. Вот. Вот. Вчера только, по милости Божией, получили пакет такой. Звонят. Спецпочта. Я никогда с ней не общался. Возьми-ка в руки. Вот. Я недалеко отвлекаюсь. И вот нам пришло приглашение. Как оно выглядит. Приглашение. Вот, пожалуйста. Вот, посмотрите. Оказывается, капитально так. Немцы очень, говорят, привередливые в этом вопросе. И много каких-то требований. И требует все, что переводили дальше на немецкие книги печати. Прошло полных, кажется, три дня. Представь себе. И мы уже получили. И откуда? Из Германии. Вот эта работа. Простым направленная из других мест. Там, из Греции, из других стран. Все еще идет. А уже идет, где-то, наверное, вторая неделя. Но мы сходили в почту. Я доверенность на брата оставил. И чтобы такие большие пакеты к нам в ящик не залезли, чтобы они их не носили. Видите, какие пакеты. Большие. Вот-вот. Тут это наши адреса. Вот они, как делают. Все запечатано. Шофер такой специально. Машина такая же желтенькая. Вот такими знаками. Как будто конверт приехал к нам какой-то. Ну, как-то приятно это все. Когда люди серьезно относятся. Это никогда в московскую патриархию посылаете что-то, да? Там как кануло все. Там мертво, кануло. Ни патриарх, никто не отвечает. Повторяю, за 50 лет я, может быть, сотни писем писал в епархию патриарху. И ни разу ответа нигде не было. Ни разу. Если в краевую прокуратуру я написал 38 писем, деревню строим, там, жалко. 38 ответов. Мало того, комиссии составляют, едут. Краевая администрация. Тут больше. 52 раза обращался. 52 ответа. И тоже комиссии составляют, проверяют. И из епархии места никогда ни разу. То есть муляж какой-то. Пренебрежение людьми. Тут я по-другому не могу объяснять. Ни разу за 50 лет. Тем более они меня знают. И притом я прихожу, документ даю, призываю к нам в гости. Придите там. Хотя бы ответьте. Приеду, не приеду. Едем на благовестие. Вы говорили, надо объединяться. Давайте вместе. Ни разу никак. Вот и все. Дальше. Здесь же не были благомысленные. И они приняли слово со всем усердием. Как? Ежедневно разбирать. Адеи причастия. Усердие проявляется в том, что ежедневно разбирали по Писанию. Вот у нас было так. Те сектанты, которые приходили православным. Мы вместе все это вели в беседу. Если они соглашались на вторую беседу прийти, то это означает, что уже человек начал вникать в это. Поэтому некоторые оставались при своем мнении. Деянием 28 глава с 22 по 29 стихи. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они не услышат. Когда он сказал это, и иудеи ушли много споря между собою. Ведь это отношение к слышанному определяет целую будущность. Вот бывает беседующая, я опыт просто передаю, ну разговор заходит и о пьянстве. И хозяин, который принял это, он тут же выходит и эту свою бочку с вином может вот так опрокинуть и все вылить. Все эти бражки свои, чтобы больше духа у меня этого не было. Я разговариваю с сектантами, безбородые все. Я ему в первый же раз это говорю, какой же ты верующий, когда ты бреешься-то. Ты образ Божий козлишь по стихии мира. А что я должен сделать? У тебя бритвенный прибор есть, да? Отрез шнур сейчас же. Отрезал. Шнур оставь, может сгодиться на что-то. А остальное вот эту премудрость в кавычках выкинь. Все закончилось. Другой разговариваю. И он военный, военный, там, сотрудник КГБ, офицер. Но я ему тоже это самое говорю. Он говорит, так у меня это дома где-то он пришел. А галстук зачем у тебя? Там масоны придумали галстук. Вместо креста галстук. Он говорит, я две печки дома, голландки, набил полные галстуками, в разных рассветах были, сжег, сжег, сжег. Нужно что-то сделать, показать, выбросить. Половину и менее раздам. Ни один не извинется. Сидят, говорится, как будто это не слышат. Но ты это услышал. Ты понял, что это не так. Ну и сделай сразу, как это необходимо. Вот я пришел, допустим, если бы встретился в Америке с Муниосом, Иосиф. У него там где-то 120 или около 300 разных было мощевиков. Мощи от разных были. Я бы встретился, потребовал бы, попросил бы, умолял бы его. Иосиф, убойся Бога. Немедленно попроси епископов, чтобы они пришли на кладбище в достойном месте с почестями, с псалмами, со свечами. Захороните все. И перестаньте заниматься тем, что Бог не повелел. Но ведь никто не слушает это. Вот каждый стоит на своем. Попробуй в православных убедить это. Я ей говорю, что Библию давай почитаем. А чего мне Библия это даст? Я вчера ездила туда-то, на могиле была у Ксении Петербургской. Такая благодать. У Матроны была мощь, я поцеловала. Это не выразишь, какой у меня свет в душе. Но любой из стихтантов послушает и скажет, да вы что говорите. Это Библию отвергли, я к мощам прилепился. Но для вас это то же самое. Держится за свои мертвые баптистские догмы, а церковь что оставила, я никому не могу уйдеть. Ты все это принимай. Церковь проклятию предала, что вы делаете от речения от церкви. Не слышат и не видят. Я стою как на перепуте. Зову тех, зову других. И по каждому ролику на меня нападение то слева, то справа. Я никому не угождаю. Но всегда находится тяга. Ну наконец-то вы сказали. Нашелся хоть один сказал против такой махины. То ли патриархию махиной называют. Да я меньше всего думаю об этом. Моя задача возвестить истину. Ежедневно вникая. Так ли это? Ежедневно вникая. Ежедневно. Вот оно написано. Ну и как? Я разбираюсь с этим 50 лет. И что мне в первые дни Бог открыл, я только расширяю. Ни в одном пункте не пришлось мне раскаиваться. Мне Бог сразу все открыл. Сразу. Почему? А моя молитва была первая. Поверить всему, дай мне Господи, всему, что написано в этой книге. У меня была эта первая молитва, 1962 год, 27 сентября, 17.00. Латвия, город Венспас, дом пятидесятников. И Бог мне это дал. Я это оставляю. И еще один вопрос. Так. Не могут. Но это мы как раз прошли уже. Вот есть еще один вопрос. Вопрос, но он довольно большой. Тебе не знакомый. Давай. Вопрос 2039. Представьте, 2039. Говорите, что церковь больна трусостью и корыстью. Это очень видно, когда войдешь в любой, даже самый захудалый сельский храм. На все цены и за все платить нужно. И при том очень большие деньги. Но есть ли что-то в церкви ныне, что не заражено было бы деньгами, чтобы давали это бесплатно. И никакой вопрос. Заботиться не поймешь о чем. На кармане своем или чтобы в церкви не было торговли. Я должен отвечать. Ответ. Стоило убрать из храма авторитет Библии, а уж авторитет батюшки будет сам становиться, вспухать, ибо место пустое нигде не будет само по себе. Так и относительно денег. Стоило убрать десятину с каждого, как полезла торговля, остальное на коне мамонны. За причастие вроде бы не платят открыто. Но и тут поп умудряется снимать пенки. Во время исповеди подходящих приучили класть на тарелочку возле батюшки, исповедующего свечки. Тут же и купленные. Хитрая и такая лукавая подмена шуршащих меркуриевых ассигнаций на вонючую свечку, которую после исповеди не зажигают, а отнесут к торговке, воровке, разбойнице, и перепродадут, совершая обналичку. И батюшке отдадут. Это уж как вовсе законная его добыча. Доход от грехов исповедующихся. Осия 4 глава 8 стих. Грехами народа моего кормятся они. Их беззаконие его стремится душа их. Ну разве мне это могут священники простить, когда такое говорю? Нет. Ни шагу и нигде бесключенной симонии нет. Но и десятину попу никогда не взять. Разве бы он отказался от такого благословения? Но как взять, люди-то, почитай, все чужие, он над ними не трудится. И как леса возле журавлиного кувшина, только облизнется при слухе о десятине, и снова засядет в киоске разбойничьем. И опять упирается все в научение, в проповедь, пока не будет возрождение, воскресение душ. Никто и не будет стремиться выполнить указания Иеговы Творца о содержании священства на десятину. Все безумие в храмах единственное за умолчание батюшек о воле Божией, за сокрытие Библии, за изничтожение авторитета священного писания. Мне прислали листок из Суздаля. Дальше кавычки открывай, и что там написано? В этом году исполняется 600-летие со времени честного представления преподобного и богоносного отца нашего Ефимия, первого архимандрита и основателя Спасо-Преображенской обители, богоспасаемого Града Суздаля, всея России чудотворца, друга, спостника и собеседника преподобного Сергия Радонежского, духовного собирателя и устроителя земли русской. Мощи преподобного Ефимия, почивающей в Цереконстантиновском соборе Града Суздаля, служат источником радости и утешения для всех православных христиан, совершивших с верою пред ними честное поклонение. В ознаменование славного юбилея усердием соборного клира будут совершаться ежедневные молебны, чудные пения с Акафистом преподобному и богоносному отцу нашему Ефимию. У вас, кто, естественно, этого пожелает, есть возможность заказать молебен и Акафис, которые будут служиться у святых мощей преподобного отца нашего Ефимия. При возможности посетите Цареконстантиновский собор и, поклонившись святой гробнице преподобного угодника Божия, возжгите свечу, символ вашего усердия и любви. При желании вы можете приобрести небольшой образок, иконку преподобного Ефимия, чудотворца Суздальского. Кавычки закрыты. Теперь я даю пояснение. Это дословные из рассылаемой пригласительной анкеты Ефимия. Сколько тут слов, которые криком кричат, купи свечу, купи образок, закажи за денежки молебен Акафист. Иначе сказать, отдайте мне свой кошелек. Здесь же речь идет о рекламе покойника, чьи мощи могут служить прокормом для живых. И если московская патриархия будет эти мощи приватизировать, они находятся сейчас у Русанцева. РПЦЗ находились в это время. А это обязательно должно быть. Так как те и другие деньги очень любят выуживать и из мертвых, то будет борьба и будут мощи скрывать друг от друга. Что здесь есть для живых христиан? Но даже сказать это опасно будут злиться, отправят на суд к Ефимию. Заслуги Ефимия показали, что он друг Сергия, беседовал с Сергием, собеседник Сергия. Не молчком же они все время сидели. Постился с Сергием с постник. Да как бы он мог не поститься, его бы казнили, как еретика. Если этого недостаточно для рекламы мощей, для выжимания денег из посетителей, то и заслуги Сергия перед земным отечеством, он собиратель земли. Да кто же нам дал задание это, собирать земли, а не души? Тут каждая строка воззвания Суздальского обличает все мертвое сегодняшнее православие. Еще поговорим, никогда они мне этого не простят. Хотя я ничего не добавил, что написано. И они только на суде Божьем опомнятся и скажут, да был среди нас, который говорил. Да, это так. Если заслуги Сергия такие важные, так и повторите их. Не стойте у Акафиста с пением, а расстрясите свои животы и благоутробия. Пойдите по земле русской с проповедью и собирайте души русские, ибо Русь скоро-скоро будет сектантской, а не лже-православная. Если молятся суздальские попы-патриоты и послушники дежурят у гроба, в гробнице, то зачем же заказные-то? Или без этого язык не ворочается тысячи раз повторять одно и то же, радуйся, а нужно более весомое для радости? Мог ли не знать этого Ефимий, что на его телесах будут кормиться попы еще 600 лет с намерениями и дальше так упражняться в выбивании пением денег из усердных почитателей Архимандрита Суздальского? Если он этого не знал, то где же его святость была? Если знал, то почему не прекратил это же самое, что было уже до него в Суздале? Или заранее готовил себе такую же честь быть не в земле, не стать прахом, а стать служителем мамонны после смерти и отвлекать людей от истинного служения Богу в духе и истине? Если посчитать, сколько часов и сколько людей за эти 600 лет простояло у мощей Всехвального Ефимия и прикинуть, сколько можно было бы людей просветить светом Евангелия за эти сотни тысяч потерянных навсегда часов в России, то их Суздале поменьше было бы продажных градоначальников и прокуроров и служителей правопорядка. Не было бы и боевиков, воюющих против его смиренства митрополита Суздальского. Везде ложь, одна ложь. Читал рассказ о поездке русского царя к своему старому другу генералу, жившему в деревне имения. Ехал царь с одним извозчиком зимой. Представьте, никакой охраны. У Ельцина было 750 охранников, а у Клинтона, говорят, 1500. Представьте, никого, один кучер и едет по России. Остановился в гостиницу у лукавого трактивщика, Тенардия, который жаловался на нищету и несправедливость властей. Царь же был верующий и спросил, читают ли они Евангелие. Тот тут же указал на божничку, где лежал завернутый в тряпицу Новый Завет. Благо он уже был на русском языке. Царь подошел к окну, повернувшись спиной к хозяину, как бы лучше видеть текст, и спросил, читают ли они эту книгу, и где они сейчас читают, так как хозяин поведал, что читают каждое утро по три главы Слово Божие. Читают же там, где закладка у них. Рассчитавшись за лошадь, царь дал чуть больше на радость детишкам. Хозяин же ожидал большего, так как у хозяина было восемь ребятишек. Когда царь вышел в сене, он провожал царя с поклонными. Возвратившись, увидел расчет, что он без навара, с гневом бросил Евангелие в угол стола. Жадина не мог больше дать. Видя заинтересованность царя книгой, подумал, хотя бы ее купил у меня. Через два дня царь возвращался, заехал в тот же постоялый двор, погрелся чаем, удивляясь угрюмости трактирщика, и, взяв снова Новый Завет, открыл на том месте, где была закладка на деяниях апостолов. Вторая глава. Его ассигнации, которые он туда заложил, дали бы возможность хозяину перестроить все хозяйство и купить шесть лошадей. Спросил, читали ли они в эти дни Евангелия? Читали, как всегда. Император Александр Третий был человеком. Александр Третий. И не терпел лжи. Молча он вытащил ассигнации, продолжая стоять спиной к хозяину окна. И тот увидел, как у царя мелко задрожали плечи, и услышал сквозь его слезы шепот. Лгут. Везде лгут. И здесь лгут. Везде лгут. Если бы он открыл, там у него сокровище лежало. Вот какое положение и у нас сегодня, можно сказать, везде и всюду. Везде лгут. Присмотри, как торжественно выносится Евангелие диаконам или священникам. Над головой, высоко. И это не день, не два, а тысячу лет. И почему же вот это почтение внешне выражено, даже не руками, а оремом берет его, чтобы от рук ничего на нем не осталось. И положат, закованное, железо, там это, медь, золото, застежками закрыто. И все подходят, целуются. Но это не сокрыто все. Ну, внутрь-то, ну, надо же посмотреть, что мы там целуем-то. Как будто это запредельно, я даю такие вопросы провокационные. И вот теперь мы пришли к тому, что сегодня мы видим. За каждого сектанта придется отвечать кому-то. За каждого безборщика придется отвечать. И все еще те, что это моя территория. На карте начертили, это вот одна епархия. Теперь разбили на две-три епархии, как Кемеровская. А суть-то не меняется никакая. Там он числился, просто числился. Свидетелях, да, это моя территория. Туда его могут вызвать, кого-то руку полагать, может быть. Ну, а дальше-то этого не идет. Если это твоя территория, ты захватил ее, как много человеку земли нужно, у Толстого такой есть рассказ. То ты-то теперь его будешь обихаживать. Ты будешь весной где-то за пруды делать. Пруды, разводить рыбу. Где-то у тебя покос будет, где-то пашня будет. Где-то поскотина, где-то травы косить. Ничего этого нету. Это наша территория. Какая? Каноническая. Кто эти слова придумал? Ну, вот рядом дома какие есть. К нам они претензии имеют. Ни в одном доме никогда не было ни одного священника. Вот большие дома, десятки, можем пройти вдоль и поперек. Ни в одном доме никого нигде не было. Мы ходили по городу, по квартирам и раздавали Евангелие. Ну, и наталкивались она на священников. Священники, к которым мы подходим и благословляемся. Кажется грубее. И так нас никто не принимал. А что вы ходите? Ну, мы православные. А что я не знаю, что у вас православные? А что вы как сектанты ходите-то? А то и яговисты только ходят. Так мы уже не знали, что вы сделаете. Батюшка, простите. Ты больше не ходите и не стучите. У него ни одного слова со мной нету. Со мной стоит женщина. Он знает, она причащается, одета по-христиански, платочек там, красота смотреть только. Никаких. Глаза опустил и все. Я должен теперь что, его обличать как-то или нет? Конечно, только попятился. В соседе звонок, видимо, он прислушивается. Там открывает. А бы у батюшки были? Были. И как? Значит, вопрос как? Хорошо все. Так заходите, у нас тут гости есть. Заходите, заходите. Это люди, которые не церковные. А какие у вас отношения? Да вы на нас не смотрите. Мы баптисты. Ну, а у нас... Ну, мы хорошо относимся к православным. Заходите, что вы тут даете? Да мы Евангелие даем. Так у нас Евангелие есть. Беседа может быть. То есть совершенно разные отношения. Притом это не один, не два. А вы прошли сотни и сотни, если не тысячи квартир. Тысячи. Ну, ходим сразу, разбиваем город по секторам. И идем, я сам хожу до десятого этажа. И везде отношения одинаковые. Мертвая зона, если которые ходят в церкви, самые негодные люди. Я подаю Евангелие. А что это такое Евангелие? А зачем оно мне? Я в церковь хожу. Я исповедуюсь. Да я говорю, вот батюшка, смотрите, там кто там. Вот написано. Патриарх сказал, то тогда Алексей Торыбл. Вам что надо-то? Денег дать? Да нет, я хочу вам Евангелие дать. Вот я говорю, даже патриарх говорит, что надо, чтобы катехизация была. Да пошел ты со своим патриархом. Вот и все. Это исповедующееся. И она слышит этот голос. Для них это все запредельно. Люди лицемерно стоят в храме. Они неверующие. А как много людей к поясу Богородицы. А вот во время, когда Богоявления, самый бестолковый праздник, когда воду набирают. А я работал в церковной ограде собора. Уборкой занимались. Нас приняли под одним условием, чтобы внутри ограды мы никому не рассказывали о Христе. Представьте, это говорит благочинный. Чтобы я никому не говорил о Христе. Внутри ограды. Ну, выход-то один есть. Я за ограду увожу и продолжаю говорить. Мы сидим в церковной скамейке, там внутри ограды. Покровский собор. Никитина, 137. Город Барнавул. Алтайского края. Ну, мы сидим. Ко мне приходят братья помогать. Территория-то большая. Снегу много. И мы сели и достали Новый Завет и считаем. Наставитель проходит. Вы что тут читаете? Да мы Новый Завет. А зачем вы его тут читаете? Кто-нибудь увидит? Так мы Новый Завет же считаем. Этого делать нельзя. Ну, вы мне говорили, чтобы не разговаривать. Я не разговариваю. Мы молча читаем. Лучше не считать. Мы не стали считать. Я говорю, ладно, я тебя подловлю. Думаю себе. В следующий раз я беру книжку решения 22-го съезда партии. Через плечо он заглянул. А это что у вас за книга? Да решение партии изучаем. Ни слова не говоря, пошел. Вот и все. Притом я этого могу назвать не знаю как. Они нас туда запрягли. Но ко мне приходят братья и сестры. У всех лопаты дал. И мы 8 человек кидаем в снег. Его надо выносить. А что у вас так много людей работает? Ну, мы ограду чистим. Мы не успеваем. Тут надо. А мы договаривались, что именно вы будете работать. Так я и работаю. То есть им надо меня запреть, чтобы я 24 часа работал. А там нищие. А туалет еще по-холодному. И нищим дают что-то. А они туда одежу, которую дают, прятать некуда. Не в туалет. И туда бросают. И я крючами вытаскиваю. А там просвер. Это святой хлеб. Бабки дают. Помяни. Я вылавлю их настоятель. И опять иду. Понимаете, какое дело? Да как же это так? Ну как так? Так вы же даете. Вы прикормили этих паразитов-то. Они пьянствуют, блудят, воруют. Что попало делать-то? Это нарушение канона. Просить у церкви может только тот, кому дается грамота. Кого исследовали. Нет социальной помощи. Нет пенсии. Каноны есть. Без этой грамоты, называется мирная грамота, никто не имеет права просить. Они лгут. То есть все правила, все каноны, все нарушаются. Я работал непосредственно там. И порассказать мог бы столько. Ну а какой успех был? Ну, Бог будет судить успех. Приходили люди. Мы старались, как говорится, помочь. Целая история отдельно требует опубликования буквально. До смешного доходило. Вот сейчас только прошел, он теперь уже мужчина, уже на пенсии, наверное, Володя Пенкин. А он работал тогда в кочегарке. А он такой мастеровой, он фотограф, он и просторы печет. Он стекольщик, он сапожник, ну, он все абсолютно переплетчик, реставраторы. Большинство, что было, он у меня даже учился. Ученик мой. За ним что-то замечали. Где-то он слишком близко, около меня, шел на улицу. А он в алтаре помогает там священникам. Свящу выносит, панамарит. Священник остановил его, настоятель. Так, а ты с Игнатием Лапкиным случайно не встречаешься? Если встречается, со мной кто-то беседовал, то вход в алтарь закрытый. А он простой такой. Как встречается? Так это мой дружок. Он никак не ожидал от этого ответа. И он тогда заходит в алтарь и продолжает дальше служить. Мы должны смело, четко отвечать, как есть. Я считаю, один из позорных моментов в моей жизни был бы, если бы я по чьей-то наводке, сейчас бы сказали, вот с Игорем Дубуновым, с Игорем Владимировичем, не встречайтесь никогда. Он с презрением был бы отвергнут, как в песне Песея написано за любовь. Я сердце отдал Господу, и я люблю всех, которые любят моего Господа. Поэтому в моем доме проезжающие, каких только не было. Вот один из примеров. Баптисты. Алло. Алло. Давайте на завтра отложим тогда. Мама твоя не может пойти. На завтра. На завтра. Мы обойдемся это. Она мне позвонила. Пожалуйста, назначь какое время и маме сообщи. И мне. Да, мы... Хорошо, благодарю. На завтра. Собрались ехать на ОП. Я каждый год жду, когда лед тронется. Ну и лед тронулся. Мы сегодня сейчас съездим, а завтра еще раз. Кое-какие съемки сделаем мы и здесь. И вот я рассказываю о том, как относятся, когда главное это дело благовестия. Благовестие умышленно, всюду и везде тормозится и считается как одним из самых тяжких видов преступлений у православных. Если просто говорил, приди в храм, то на этом еще закончится. Но если я начинаю говорить о Боге, о Боге, это я говорю прошлые годы, я давно туда уже не хожу, то результат всегда был один и тот же. Меня вызывает на камер. Вы опять говорили там о Боге? Так люди спрашивают. Ну зачем вам это нужно? Ну закроют наш храм. Под видом закрытия храма запечатать благовестие. И это ни день, ни два, десятилетий я. Я печник, 40 лет. И вот церковная там прислуживает, моет, там разно убирает. Но они живут три. Они там не поймешь, что ли монашки, то ли кто. Они одинокие старенькие, а я у них печку делаю. Конечно бесплатно сделаю. Ну и с ними пытаюсь немного разговаривать. Я скажите, а вы в церкви сколько служите? Я там 40 лет, другая что-то. Я посчитал, у них 100 с лишним лет стажу набирается. То есть они все в храме знают. Я говорю, а что такое преображение? Праздник. А что он означает? Да Бог его знает. Как? Вы совсем не знаете, нет. Ну а Евангелие хотите посчитать? Так а разве нам можно его считать? Это не жизнь прожили при храме. Ну я, конечно, не стерпел. Настоятельно все это выложил. Ну как же так? Ну хотя бы своим-то прихожанам, непосредственно приходящим. Вот пришел, ушел. Никому до людей дела вообще нет. Как они сделаются добычей зверя? Как они не станут безбожниками, сектантами, эритиками? Притом народ-то уж очень расположен. Я как-то считал в братском вестнике у баптистов был Карев Александр Васильевич, генеральный секретарь. Но некоторые даже не знают, что был генеральный секретарь там Брежнев, а второй генеральный секретарь у баптистов. Два. Как сейчас в России-то два патриарха. Один патриарх Кирилла, второй Александр у древних православных. Они митрополита возвели, а ничто им не препятствует. Ну вот такое дело. И когда начинаешь людям свидетельствовать, это главное, как называет лакмусовая бумажка, посинеет или покраснеет. Если узнаешь, что ты знаешь Слово Божие, православное в большинстве своем с радостью принимает. И он говорил, более благоприятной почвы для свидетельства, благовестия, чем в России никогда не было в мировой практике. Народ под землю зарывался, как пензенские затворники. Люди искали, на край света шли монашество. Только дать Евангелие. И вот оно, Первая мировая война. И люди возвращаются из плена, имеющие Евангелие. Как все повернулось по-другому сразу. Все проспали, все прохлопали. И главное, ничему не научаются. Такую катастрофу в 17-м году потерпели. Это все вина церкви. Вчерашние семинаристы это все делали. Как Сталин, Микоян. Сталин, правда, не кончил. А Микоян-то закончена семинария. И он не один был. Крещеные, Берия крещеные, Луночарские. Это все крещеные были. И ничему не научились. Опять за мощи, опять за мощи, вся мощь в мощах. И совершенно не хотят учиться у других. Я сколько раз звал. Давайте сходим к баптистам, там адвентисты, писятики. Ну посмотрите хотя бы раз. Поехал я по вызову в Красноярск печь делать. А там был благочинный Бурдин отец Александр. Хороший. Батюшка. Академию закончил духовную с красным дипломом. Отлично все. Ну и он решил меня там под священником. Тут хорошая уполномоченная, там сейчас Клушников позвоним. Я говорю, меня ни один уполномоченный не разрешит. Да ты что, у меня отношения вот с ним. И по телефону при мне звонят. Так, ну какой разговор-то? Приезжайте. Сейчас напишу бумагу, а завтра архиерей рукоположит. Ну вот видишь, мы договорились. Я говорю, ты сказал? А о ком ты говоришь? Да нет. Перезвонишь? Да что звонить? Он уже отвечал, что рукоположит. Звони, иначе я не останусь. Он звонит. Что? Да кого меня почему не спросили, кого рукополагать-то? Да я вам доверяю. Да у меня избранула Лапкин. Лапкин? Нет. Это отказ. Сразу отказ. Все. То есть я бракованный. Все время бракованный для уполномоченных по религиозным культам. Ни под каким видом. И сразу отрубили. И на этом все, конец. Я с ними пешку делаю. Он дал мне двух, а не торговки. Мы работаем. Но я не молчу, я им говорю. Торговля в храме запрещена. Это проклятое дело. Господь никого не порол, а только их. А отец Александр вызван был по отцу Геннадию в это время в Венесейск. Что-то там старостно против него. А я с ними здесь работаю. Приехал. Печка, печь, просвор и все. На завтра служба. Они в алтаре за дубовым и иконостасом. Ничего не знают. Но и туда стал проникать шум. А что это? Как на площади в Москве. Дьякон выгнал. Там непонятно, что-то у двери делается. Так много народа. И сюда никто не идет. Ну-ка сходи, узнай. Он узнал, что... Да не торгуют киоски-то? Как не торгуют? Он узнал. А где торговки? Юлия, вон стоит. Надежда, вон. Подошел, вообще не торгуете? Так нельзя в храме торговать? А кто вам сказал? Да Игнатий сказал. Вон батюшке. Да что же он делал? Это я же ему сказал. Мы вынесем это. Ну вынесем через неделю. Ну это... Служба-то не идет. Служба остановилась. Народ шумит. Никто не слушает. Ничего. Как он... Он ко мне расположен. Его матушка, его друг наш. Как он распрогневался. Вусмерть буквально. Да я бы сделал это все, как Игнатий говорит. Ну я же понимаю, что неправильно, что торгуем там. Но не так же, как он. Сразу, раз и все. И она ни одна не идет туда торговки. Я уволю вас. Да батюшка, мы уже ушли. Увольнят нас не надо. Вот какая у нас ситуация. И они мне пишут, как все это произошло. Я говорю, вы же знали, на что шли. Вы знали, с кем сообщаетесь. Да как ты мог их уговорить? Их оттуда не выгонишь. И как это ты мог один день проработал с ними, и все торговки бросили, и не торгуют. И вообще больше не торгуют. Сила слова евангельского. Я знаю эту силу. Я ее знаю. А вы ее не знаете. И Господь достучался до этих сердец. Через эту мамону прошел. Это мой Бог. Мне Бог дал возможность похвалиться моим Богом. Но до этого отец Александр пошел. Я сказал, ты его знаете, там адрес такой. Это к Антонине сходить. Когда-то моя возлюбленная была. Она 50-ников теперь. Ну сходите, вы знаете, как он пошел. И попал на моление. Я приезжаю. Неделя прошла, он все еще не отошел от их моления. Как они стали молиться? Видимо, на языках они не молились. Они умные люди-то. Посторонний человек, да священник-то. Да понимаешь, нет. Говорит, как они молятся-то огненно буквально. Я, говорит, не могу отойти. У нас никто так никогда не молился-то. Да как Богу-то они молятся опять. Походят маленько. Я никогда не видал. Академист, благочинный края. Нам надо учиться у всех. Как беречь воскресенье, как адвентисты в субботу. У баптистов, как проповедовать. У яговистов, как ходить всем свидетельствовать по домам. Быть верным до смерти. У каждого есть добро. А у 50-ников этому огненному настрою. Я не говорю о харизматах бесноватых. Итак, Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok.